Двоюродные братья. Вот один такой типичный, традиционный молодой человек. Начинаю спрашивать, а вот почему ты пошел учиться в этот вуз? Мама посоветовала. А дальше что будешь делать? Дядя должен на работу устроить. А уехать не хочешь никуда? Ой, хочу, в Москву хочу уехать, там квартира есть, там, в общем, работа есть. Чего не едешь? Бабуля против. Разговариваю с его двоюродным братом, который тоже достаточно глубоко в исламе. Он рассказывает, что он учился в Египте. А я говорю, а что, родители отпустили? Да нет, не отпустили. А как уехал? А что это такое? Вы сказал, что в Махчакалу еду? Ну, через два дня из Каира позвоним. В российской политике произошла несколько недель назад вещь, которая для неспециалиста кажется абсолютно загадочной и оставляет очень много вопросов. И этой вещью, мне кажется, заинтересовались многие люди, которые в нашей стране живут и которые беспокоятся за наше общее российское будущее. Эта история, она на самом деле не состоит из этого одного эпизода, но, наверное, это самая яркая часть сюжета, который мы сегодня обсуждаем. Это история перебранки Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, и Рамзана Кадырова, главы Чеченской республики. Суть конфликта заключается в том, что Песков постарался как-то сгладить внешнеполитические амбиции Кадырова, которые заявляет в адрес Макрона и в адрес вообще руководителей европейских стран о том, как они должны себя вести с мусульманами. В контексте известного опять скандала по поводу карикатур и терактов, которые были как бы ответом на этот скандал. После чего, вот собственно, в чем некоторое ядро, мне кажется, или там какой-то смысл этой дискуссии, после чего Кадыров написал текст, в котором сказал, что когда он пишет про ислам, он говорит как мусульманин, а не как глава субъекта федерации нашей страны. И что если ему нужно для того, чтобы оставаться мусульманином и высказываться о тех темах, которые для него чрезвычайно важны, сложить свои полномочия, то он готов на это немедленно пойти. После чего дискуссия была мгновенно свернута. И, наверное, это самая такая откровенная отповедь, которую слышал Дмитрий Песков за всю свою публичную политическую карьеру. Раньше ему перепадало только от его непосредственного руководителя президента, и то это были какие-то ласковые слова. А здесь мы встретились вот с таким ответом. Рамка для всей этой дискуссии заключается в том, что Кадыров, а на самом деле не только он, если бы это был его личный вкус, мы бы это не обсуждали. Что на Кавказе есть некоторое количество публичных людей, популярных или известных, как у себя в республике, так и за ее пределами. Другой пример – это борец Хабиб Нурмагомедов, который заявляет, что для них исламская вера – это вообще некоторая сверхценность, это вещь, которая делает их вот ими. При этом это люди, которые являются гражданами России, подчиняются российским законам, по крайней мере формально, являются нашими соотечественниками. Вот отталкиваясь от этой истории, я бы хотел с вами поговорить, во что верит Кавказ. Как вы для начала объясняете вот это поведение Кадырова? Наверное, нам не очень хочется говорить лично про него, но насколько его установка о том, что есть нечто большее, чем светские ценности Российской Федерации, какие-то другие вещи, которые важнее для жителей Чеченской Республики или Дагестана? Насколько это общая распространенная идея на современном Кавказе? Насколько эта идея сейчас популярна? И, может быть, что-то поменялось ли что-то в этом вопросе за последние годы? Как вы это оцениваете? На самом деле, я бы все-таки разделяла с одной стороны ситуацию в том или ином регионе, а с другой стороны, как те или иные политические лидеры или люди, которые претендуют на роль политических лидеров, мобилизуют под себя эту ситуацию. И я думаю, что тот разговор, который мы сейчас начали, это больше про эту манипулятивную роль лидеров, чем про реальную ситуацию на Северном Кавказе. Но вот только мы видим, что на самом деле вот таких вот лидеров, говорящих от имени мусульман, от имени кавказского ислама, российского ислама, их ведь в публичном поле не так много. И в этом смысле они обладают такой вот своеобразной монополией на высказывание, на представление мнений мусульман, которые на самом деле очень разнообразны. Потому что вот если мы посмотрим там те же дискуссии, которые, ну в этом смысле, Фейсбук предоставляет почти бесконечные возможности смотреть на то, как сталкиваются разные мнения, то мы увидим очень много самых разных позиций и по истории с карикатурами, и по истории с последними терактами. Мы увидим, как люди рассказывают притчи о пророке Мухаммаде, о том, как он наоборот делал добро своим врагам и тем самым привлекал людей к исламу. Мы увидим разговоры о том, что, собственно, для мусульман выполнение договоров, а когда они приезжают в какую-то страну и становятся гражданами, тем самым это своеобразная форма заключения договора с этой страной. Выполнение договоров является высшей ценностью, потому что все остальное лицемерие, а лицемеры будут в самом центре ада. То есть наряду с такой позицией, которая кажется всеобщей, что действительно нужно запретить карикатуры, что нужно достаточно жестко реагировать на то, что создаются такие ситуации, мнений-то множество. Но просто вот они до нас очень часто не доходят. Мне всегда казалось очень привлекательной идея исламской реформации, но я вижу в этой идее много, ну знаете, такой просто перенос, несколько механический, условно говоря, хорошо знакомая нам история Западной Европы. Мы ее начинаем накладывать на ситуацию на Ближнем Востоке и вот на Северном Кавказе, косвенно на нашем. Например, есть та проблема очевидная, что реформация выступала как раз против жесткой иерархической структуры средневековой. Сам месседж, против кого направлена реформация в исламе могла бы быть, тоже остается без ответа. То есть получается, что все-таки тем, против кого реформация направлена, это скорее какие-то люди, которые недостаточно хорошо исповедуют ислам. Как я понимаю, в этом как раз драма противостояния традиции и знания, где знания это молодые люди, которые читают на арабском и знают, как все должно быть устроено правильно, а традиция это как жили их деды, которые, в общем, к этому знанию практически никакого отношения не имеют. А это зависит от того, как мы рассматриваем реформацию. Если мы рассматриваем реформацию как чисто религиозный процесс, то вы абсолютно правы. Если мы рассматриваем реформацию как социальный процесс, когда, собственно, религия из некого набора, приближающейся к магии ритуалов, становится способом исследования, познания, восприятия мира, то тогда процессы очень схожи. Потому что, собственно, ведь в ходе реформации отвергалась не просто определенная модель вероучения. Отвергалось все представление об устройстве общества, которое до этого представлялось как иерархическое, изначально данное, построенное на подчинении, построенное на иерархии, все перевернулось. Потому что, собственно, идея равенства утверждалась как такая вот негативная идея всеобщего подчинения Богу, но равного подчинения. Идея гражданского самоуправления утверждалась как активность верующих в пропаганде и в утверждении, собственно, своих норм, вне зависимости от традиционных авторитетов, индивидуализм утверждался как выбор, потому что в условиях противостояния разных направлений, собственно, фундаменталистский ислам – это индивидуальный выбор, это не то, что наследуется. И это замена наследуемых сообществ, рода, территориального сообщества, на сообщество выбранное, на сообщество идеологическое, на сообщество сформированное по собственным лекалам. Вот с моей точки зрения здесь очень много общего. Ну, кроме того, некоторые ценности, которые утверждаются вот в рамках этого вроде бы призывающего к возврату к 7 веку направлений, они же абсолютно модернистские. Я хотел спросить, какую роль в нынешнем интересе к исламу на Северном Кавказе является бедность. Бедность и социальная неустроенность, потому что мы знаем, что на самом деле республики Северного Кавказа одни из наиболее социально неблагополучных в России по всем основным признакам, вроде уровня безработицы, уровня дохода зачастую и так далее. Ну, если я здесь ничего не... Вы вообще бывали на Северном Кавказе? Нет. Нет? Ну, для этого просто достаточно съездить и посмотреть дома, которые стоят на улице. Я думаю, тогда с бедностью и уровнем дохода все становится ясно. Я думаю, что бедность в каких-то случаях может играть определенную роль. Но то, что это не ключевой фактор, для меня совершенно очевидно. Потому что на самом деле села, в которых были самые страшные, самые жесткие конфликты, но я думаю, что историю с Кадарской зоной, те, кто помнят 90-е, помнят очень хорошо. Вот эта зона, где молодежь попыталась установить ширя. И там были случаи, когда дети убивали отцов, когда отцы убивали детей. Это чудовищная была история. Но это, собственно, происходило в одном из самых богатых кластеров на Северном Кавказе. Ничего общего с бедностью это не имеет. Есть чрезвычайно богатые села, в которых этот конфликт принимал чудовищные формы. Я думаю, что здесь имеет значение гораздо большее, чем бедность, две вещи. Во-первых, города с тем хаосом, о котором я рассказывала. Когда просто вот этот вот запрос на то, чтобы получить хоть какие-то нормы и хоть какие-то ориентиры с точки зрения справедливости приводят к тому, что фундаменталистский ислам распространяется очень серьезно. И есть вторая история. Она немножко ближе вот к тому, о чем вы говорили. Вот есть очень закрытые села. Дело не в том, что они бедные. Они могут быть бедные, они могут быть богатые, они очень разные. Но так сложилось, что даже в советское время они были очень закрытыми. И для них, собственно, появление какой-то другой точки зрения, не вытекающей из традиций, является подрывом всего. Вот в одном из районов Дагестана есть два села на расстоянии примерно 10 километров. И в том, и в другом, в 90-е годы появились ребята, которые ставили под вопрос традиционные верования и традиционный образ жизни. В одном, которое было как раз таким закрытым селом, это привело к чудовищному конфликту. Мечеть была разрушена, в общем, это один из первых таких острых конфликтов. А во втором все собрались и договорились, что ну чего ссорятся, но есть такая точка зрения. Почему? Потому что первое село, я говорю, оно было вот из таких вот очень традиционных, где, собственно, была одна позиция, которую разделяли все. Люди не стремились получать образование, люди не стремились занимать какие-то посты в советском государстве, в советском в то время. И, собственно, вот эта вот внутренняя интеграция, она поддерживалась. А во втором все было по-другому. Часть села верует, часть села была в рамках советской элиты, там той же районной, и во многом осталась. И они пьют из принципиальных соображений. А вот если говорить о том, что, собственно, приводит к тому, что люди обращаются к насилию, то вот опять же я бы не так много смотрела о том, что написано в священных книгах, потому что там написано разное. Я бы гораздо больше смотрела на последствия Чеченской войны. Потому что, собственно, вот этот вот замкнутый круг насилия, когда насилие порождает насилие, когда насилие создает героев и мучеников на одной стороне, за которых надо мстить, и это создает героев и мучеников на другой стороне, за которых надо мстить. И вот это вот все раскручивается бесконечно. Я думаю, что мы гораздо больше поймем в всей истории насилия на Северном Кавказе, если мы посмотрим на это. Мне кажется, среднестатистический россиянин очень мало знает о том, что происходит на Северном Кавказе. И в него в голове в основном, у него, у нас, на самом деле, у тех людей, которые специально не следят, не читают научную литературу, не общаются с жителями регионов, у нас есть некоторая медийная картинка. Значительную часть этой медийной картинки делают такие люди, как, ну, давайте даже оставим Кадырова в покое, да, и, допустим, как Хабиб. И с точки зрения среднестатистического россиянина, вот житель Дагестана, он выглядит вот как такой Хабиб Нурмагомедов, который открытым текстом пишет, в частности, в этом посте про Макрона, нашумевшем, о том, что для мусульманина вот пророк – это самый важный человек вообще за всю историю, важнее, чем его близкие. Ну и понятно, что, в общем, на этом фоне какие-то светские ценности, они совсем ничто. Что должен сделать россиянин, или, не знаю, чем он должен поинтересоваться, как бы какой след мы должны ему указать, чтобы он увидел, что Кавказ устроен сложнее, что там много разных явлений и много разных противоречий внутри этого региона. На что сейчас можно обратить внимание? Ну вот давайте я начну с того, что, собственно, я думаю, что да, действительно, достаточно большое число мусульман скажут о том, что пророк для них чрезвычайно важен. Люди формируют какой-то запрос, на который вот такая позиция лучше всего отвечает. Потому что, ну вот, весь мой опыт исследователя показывает, что разговоры о том, что все там эти люди зомбированные, что им промыли мозги, что они ничего не соображают, не имеют никакого отношения к действительности. На самом деле, конечно, есть люди, которые вот просто, так сказать, не думая, идут за кем-то. Но есть очень много людей, которые очень всерьез размышляют на эту тему, которые выбирают свои религиозные воззрения, может быть, даже проходя через разные этапы выбора другой религии, отказа от нее, возвращения к исламу. То есть на самом деле люди проходят сложный интеллектуальный психологический путь. И вот для меня это всегда был вопрос, собственно, на какие запросы в этом смысле отвечает, ну вот опять же, с терминологией проблемы. Ну вот давайте скажем фундаменталистский ислам. То есть тот ислам, который исходит из того, что священные книги надо понимать буквально, и что в своей жизни надо ориентироваться на первое поколение мусульман. И вот здесь я хочу сказать, пожалуй, первое, на что мне кажется, нужно было бы обратить внимание. Вот очень часто говорят, что давайте мы пригласим или воспитаем каких-то правильных религиозных деятелей, которые всем правильно объяснят, что радикализм – это не тот ислам. Вот ислам – это очень децентрализованная, очень фрагментированная религия. Ничего похожего на папу римского в исламе нет. Ислам строится вокруг мусульманских ученых, вокруг исламских университетов, как центров исламского знания. И на самом деле вот никакого общепринятого канона нет. Поэтому на правильно воспитанного религиозного деятеля всегда найдется другой религиозный деятель с другими и, возможно, более радикальными взглядами, мнение которого, если оно считается обоснованным священными книгами, будет столь же, а может быть и более весомым. То есть на самом деле здесь важно уйти от упрощенных представлений. И надо всегда понимать, что в любой религии священные книги – это не книга о вкусной здоровой пище, где все ингредиенты расписаны в определенных пропорциях. Это аллегории, это внутренние противоречия. На самом деле любая религия становится мировой только тогда, когда она отвечает запросам очень многих людей и очень разным запросам. На мир и на войну, на пассивность и фатализм, и на активизм, на послушание и на бунт. Вот тогда она становится мировой. Поэтому как выросло то поколение, про которое мы сейчас говорим, что для них религия важнее светских ценностей, и пророк Мухаммад – самый близкий человек, там ближе родственников. Но это, собственно, поколение 90-х. Это люди, которые пережили крах прежней системы, и одновременно в нескольких северокавказских республиках, в частности в Дагестане, очень быструю урбанизацию. То есть на самом деле ситуация-то, в общем, практически катастрофическая. Потому что с одной стороны все установленные государством правила рушатся, а с другой стороны все неформальные нормы тоже рушатся. Потому что то, что было в селе, разваливается, потому что люди мигрируют в город, а городские нормы тоже, собственно, перестают действовать, потому что многие горожане уезжают, а в города, в первую очередь, если мы говорим про Дагестан, в Махачкалу, съезжаются люди отовсюду. Тебе расписывают все. Извините, начиная от того, как ходить в туалет, и заканчивая тем, ради чего жить. И люди начинают чувствовать опору. Кроме того, смотрите, что происходит. Межпоколенческий конфликт должен как-то манифестировать себя, межпоколенческий конфликт должен как-то проявиться. Кажется, ислам здесь очень неподходящий вариант, потому что в исламе говорится о том, что человек должен подчиняться родителям во всем, кроме религии. А дальше вопрос трактовки, что значит кроме религии. Тем самым возникает запрос на какое-то другое общество. Конечно, это утопия. Это утопия, в которой все хорошо. Это утопия, в которой порядок. Это утопия, в которой справедливость. А порядок и справедливость – это два слова, которые приходится слышать наиболее часто. Но это дает какой-то альтернативный социальный идеал и одновременно легитимирует протест. Вот, собственно, фундаменталистский ислам дает возможность решить все эти задачи. В религиоведении, мне кажется, вообще описаны такие процессы, когда выбор в пользу фундаментальной, фундаменталистской трактовки религии, которого не было, особенно в предыдущем поколении, является ответом на какой-то сложный вызов, связанный с модернизацией. Мы знаем, когда люди, как для сообщества принять какие-то радикальные религиозные ценности, не только исламские, кстати, и старобряцы могут быть описаны в тех же терминах и ортодоксальные иудеи, допустим. Как для них вызов модернизации перетекает в вопрос о том, что мы должны принять некую веру отцов, для того, чтобы справиться с тем вызовом, который нам дает некоторый современный мир. Но если мы можем применить ту же логику к российским мусульманам, молодым мусульманам на Северном Кавказе, то, наверное, стоит задаться таким вопросом, насколько сильно отличаются ситуации, вот эти процессы принятия религии в нашем контексте и в контексте исламских сообществ в Западной Европе. То есть там, в общем-то, религиоведы описывают принятие ислама, растущий интерес к исламу со стороны молодых мигрантов примерно в тех же самых терминах, о которых вы сейчас говорите. Да, Оливье Руа очень близко пишет об этом. Есть какое-то различие между тем, даже, может быть, расширить стоит. Есть молодые трудовые мигранты в Москве, и мы знаем, что Москва – это один из крупнейших таких вероучительных центров ислама сейчас, и кажется, ровно, опять же, по тем же причинам. Есть, соответственно, Северный Кавказ, и есть сообщество мусульман в Западной Европе. Есть ли между этими тремя процессами какое-то существенное различие, или это примерно одна и та же история про адаптацию к современному сложному миру через принятие веры? Я бы все-таки начала с исходной предпосылки, что в контексте модернизации принятие фундаменталистских представлений – это в первую очередь попытка противостоять модернизации, если я вас правильно поняла. А можно я несколько историй расскажу, чтобы просто было понятно? Вот несколько примеров, несколько семей из разных мест разных этнических групп – крупные села, даже не город. Ну вот семья, муж стал уже в постсоветское время немолодая семья мусульманином, такой вот философский ислам, интеллектуальный. Жена принципиально придерживается светских взглядов, ходит с распущенными волосами в брюках, но вот когда к нему приходят его единоверцы, он просит ее уйти. А еще есть племянница, которая одела хиджаб и собралась выйти замуж за глубоко религиозного молодого человека. Он погиб, как мне сказали. Они говорят, что на стройке, но мы-то думаем, что он был боевиком. И, собственно, вот эта светская женщина, которая, по нашим представлениям, является носительницей модернизских ценностей, говорит своему брату, «Ты дочь-то свою дом под замок посади, что она у тебя там вообще творит?» Говорит, понимаешь, поздно уже. И, собственно, вот эта история для меня закончилась на том моменте, что брат достраивает второй этаж своего дома, чтобы эта девушка преподавала арабский для девочек в своем селе. Вторая история. Двоюродные братья. Вот один такой типичный, традиционный молодой человек. Начинаю спрашивать, а вот почему ты пошел учиться в этот вуз? Мама посоветовала. А дальше что будешь делать? Дядя должен на работу устроить. А уехать не хочешь никуда? Ой, хочу в Москву, хочу уехать. Там квартира есть, там, в общем, работа есть. Че не едешь? Бабуля против. Разговариваю с его двоюродным братом, который тоже достаточно глубоко в исламе. Он рассказывает, что он учился в Египте. А я говорю, а что, родители отпустили? Да нет, не отпустили. А как уехал? А что это такое? Вы сказали, что в Махчкалу еду? Ну, через два дня из Каира позвоним. Вот у меня вся эта история очень плохо укладывается в идею того, что эти люди пытаются, так сказать, спрятаться и противостоять модернизации. На самом деле я бы сказала, что это очень своеобразная модернизация. Вот когда мы говорим о множественности модернов, мы очень часто его не узнаем как бы лицом к лицу. Потому что вот в одном высокогорном селе, это вообще был такой очень яркий момент, я изучала довольно много раскулотых сел, сел, в которых внутри религиозный конфликт. Вот это было одно из таких сел. Мы долго пытались выйти на тамошних салафитов, не получалось в конце концов. Вышли, начали разговаривать. Я говорю, ну объясните, в чем суть конфликта? Молодой человек так смотрит на меня, говорит, а вы что, не понимаете? Знание противостоит традиции. Как вам кажется, какую роль в этих процессах играет такая российская исламофобия и российский расизм? Эта ситуация характерна, к сожалению, не только для России. К сожалению для России, к сожалению, не только для России. Потому что вот очень многое из реакции мусульман на ту же историю с карикатурами, мне кажется, объясняется тем, что они себя все время чувствуют гражданами второго сорта. И вот это вот, и здесь второго сорта, и тут второго сорта, а тут еще и карикатуры. Вот такая немножко соломинка, которая начинает переламывать спину верблюда. Почему, условно говоря, аналогичные процессы мы не видим в случае с какими-то православными сообществами? Почему не изобретен в какой-то реальной массовой фундаменталистской христианства в России? Момент первый состоит в том, что, насколько я понимаю, православие не дает столь жесткой нормативности, как ее дает ислам. А все-таки запрос в условиях хаоса на нормативность, он очень серьезный. Православие, опять же, насколько я понимаю, все-таки гораздо более вертикально выстроенная система, чем ислам вот с его фрагментированностью и, собственно, возможностью апеллировать к ученым, придерживающимся самых разных взглядов. И я не очень себе представляю, насколько православие все-таки может обосновать политический протест. А вот эта вот политизированность ислама и стремление молодежи искать вертикальные лифты, в том числе и через ислам в политике, тоже, в общем, очень важная история. Что происходит, когда вот такие настроения, такие религиозные и социальные механизмы сталкиваются с нынешней Российской Федерацией, которая целиком построена как раз на лицемерии, каких-то двойных стандартах, там, кумовстве, коррупции и прочих вещах, которые мы прекрасно видим в Москве и которые процветают во всех, без исключения российских регионов. Каково будущее Кавказа, ислама на Кавказе в рамках Российской Федерации с точки зрения вот этой новой растущей идентичности? Ну, на самом деле, вот я бы ситуацию не драматизировала, потому что я бы сказала, что основной протестный конфликтный потенциал, он, собственно, выплеснулся на пике урбанизации. Сейчас все постепенно адаптируются. Ислам распространяется, и сейчас, собственно, пятикратный намаз выполняют не только бородатые молодые люди, своеобразные наружности, но, собственно, университетский профессор, можно услышать, как мы куда-то выехали, он говорит так, а вот где, собственно, помолиться можно. Конфликты между разными направлениями ислама похожи на Кавказе, как мне представляется, ну, во-вторых, еще и в Дагестане. Постепенно смягчаются, и, собственно, вот какая-то такая общая исламская идентичность, которую, кстати, эксплуатируют и Хабиб, и Кадыров, в этом смысле становится важнее. Поэтому я не думаю, что степень конфликтности вот в этом плане будет возрастать. Ну и плюс к этому, конечно, в Российской Федерации террористические организации, экстремистские организации трактуются достаточно широко, и, собственно, вот молодые люди, которые были готовы выражать свой протест, очень часто попадали под пресс, даже если они не проповедовали насилие. То, что мы видим сейчас, как мне представляется, на самом деле очень близко к тем тенденциям, которые мы видим в Российской Федерации, потому что мы же здесь видим эту идеологическую архаизацию, мы здесь видим неприятие тех же западных ценностей, а чем, собственно, в этом плане Хабиб отличается от всех остальных. Когда вы говорили, что урбанизация завершается и конфликты постепенно сходят на нет, мне кажется, это имеет отношение к той теме, которой вы в последнее время занимались, это кафе в Махачкале. Да, это любимая тема. И кажется, что эта тема внезапно тоже попала в федеральную повестку после того, как новый глава региона заявил о том, что в Махачкале все кафе называются неправильно, а нужно, чтобы они назывались патриотично, например, Дербенские огни. Он какой-то там десантник, и он всех отчитывал о том, что очень плохо, что у нас такие непатриотичные названия в республике у наших кафе. Вот что это кафе Мадрид. Вы где живете? Все зло же с запада, он сказал. Давайте будем называть наше кафе патриотично. Например, он дал список Дербенские огни. Насколько это вписывается, вот этот контекст урбанизации в виде этого какого-то нового городского пространства, которое на наших глазах создается, в частности, в Махачкале, в наш сегодняшний разговор? Ну, на самом деле, у меня даже... Нет, ну, в этом смысле, как бы, вывеску можно поменять. Но вот я бы говорила именно про Махачкалу, все-таки, так сказать, Дербент – это особые разговоры, особые... Это как раз, мне кажется, история про то, что в Махачкале должны быть Дербентские огни, как бы, ну, то есть... Понятно. Я уже давно говорю, что на центральной площади Махачкалы надо поставить памятник кофейной чашке, потому что, собственно, вот это то, что сделало Махачкалу современным городом. Вот эта культура, она перемалывает почти все. То есть вот мне рассказывали, я не знаю, насколько это правда, что Баскин-Робинсон в Махачкале, сейчас он закрылся, но он работал довольно долго, это было единственное подразделение Баскин-Робинсон, которое получило право продавать что-то, кроме мороженого. Потому что в Махачкале кафе, в котором нету суши, и нету итальянской кухни, и нету еще чего-нибудь подобного, и нету шести видов завтраков, туда просто никто не придет. Поэтому я думаю, что и это тоже переварят. Баскин-Робинсон